В 2018 году были закрыты бани Заречные. Нужно ли возобновлять их работу? С таким вопросом народные избранники обратились к жителям города. Опрос провели в онлайн-формате. Против проголосовало только 16%. Больше половины опрошенных считают, что бани открыть нужно, но при условии капремонта. Однако ремонт здания обойдется в несколько десятков миллионов рублей, а таких средств в бюджете предприятия нет. По моему мнению, открытие бани Заречные, я считаю, нецелесообразным. Рассмотрение вопроса о необходимости восстановления бань возможно лишь после приведения в нормальное состояние помещения и оборудования. В первую очередь в банях боровых, ну и затем уже в центральных. Ирина Назарова представила депутатам финансово-экономическую модель развития предприятия. По прогнозам, убыточный вариант развития ждет при условии открытия бань Заречных. Второй сценарий с функционированием двух бань обещает положительный финансовый результат. Еще одним вопросом, поднятым на заседании, была целесообразность изменения организационно-правовой формы предприятия. Передать городскую казну у нас есть на это право. И можем мы решением, думая, посодействовать этому направлению. И уже в рамках городского, в рамках, когда это здание будет казней городской, помочь отремонтировать это здание. Этот вопрос вынесли на ближайшее заседание городской думы. Также народные избранники обсудили реализацию паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Строительство объездной дороги по улице Ключевая исключили с перечной мероприятий. Вместо нее работы проведут на улице Академика Негина. Там реализуются объекты и социального назначения. И вот этот район у нас разделяет практически такая, больше похожая на какой-то большак, по которому люди пешком ходят, просек, и так как угодно ее называют. Но там нужна эта дорога, и мы настойчиво искали способы ее реализовать и обеспечить финансирование. Вроде это наше предложение принято, тем более проект готов к реализации. Новая дорога появится и у детской поликлиники по улице Чапаева. Также уже готов проект по благоустройству ближней и дальней пустынки. Финансирование подтверждено.